Колеса крутятся, а машина не едет. От такой вот неприятности девушки впадают в панику, а мужчины начинают нервничать. Но это пустяки, считает инструктор по контраварийному вождению. Любую аварийную ситуацию на дороге можно избежать, соблюдая ряд нехитрых правил. С утра, особенно в морозное время, выехали с парковки, едем медленно, не пытаемся газовать, лететь. Надо дать разогреться резине, чтобы резина прогрелась. В сцеплении автомобиля с дорогой зимой намного хуже, чем летом. Поэтому водителям необходимо соблюдать дистанцию между транспортными средствами, чтобы вовремя успеть затормозить. Перестраиваться в соседний ряд нужно очень плавно. И в целом зимой все движения и маневры водителей должны быть намного плавнее, чем в теплое время года. Кстати, наиболее непредсказуемо зимой ведут себя автомобили с полным приводом. Они легко могут уйти в боковое скольжение при нескоординированных действиях водителя. Управлять можно любым приводом. Самый сложный считается задний привод. Но задний привод самый, так сказать, предсказуемый. Если на переднем приводе надо при заходе в поворот на скользком покрытии давать газ, то на заднем приводе этого делать не надо абсолютно. Наоборот, надо газ сбрасывать. Большое внимание нужно уделять положению рук на руле. Обучение в школе контраварийного вождения как раз и начинается с выработки этой привычки. У нас водители любят вот так вот, да, держать руль. Вот. Это называется метод доения. Вот. Похоже на что-то, да? Коровка. То есть руки должны находиться в секторе 10-2. Я свободно могу среагировать на ту и иную ситуацию. Да? Вот, пожалуйста. Потому что у меня и локти никуда не попадают. У меня и руки стоят там, где надо. От того, как водитель держит руки на руле и как просчитывает ситуацию на дороге, зависит его безопасность и безопасность окружающих. Ведь предугадать ситуацию намного проще, чем ее исправлять. Поэтому всем водителям рекомендуется регулярно освежать свои знания, особенно для управления автомобилем в зимнюю погоду. Продолжение следует...